Форель речная, она идет чищенная. Видите, вот еще красное мясо. Гляньте. С какой ценой форель? 220. А рыба это откуда у вас красная? Как отличить домашнее от мяса от недомашнего? На базаре нет фермы. Все домашнее мясо. На базаре? Я просто была в Закарпатье, при мне разрезали хрюшу. 160 и 180. Сейчас сюда запрет и дорого дали. Запрет на него, запрет. Будет скоро запрет, да? Уже пошел, поэтому и дорогой. Всем большой привет из Одессы. Сегодня базарный день и мы решили съездить за продуктами. Супруга сейчас будет на рынке. Покажет для вас вообще соблюдают ли люди карантин, ходят ли все в масках, перчатках. Только на днях открыли все продовольственные рынки. И это очень обрадовало одесситов, да и вообще украинцев, потому что только, наверное, в Украине. С учетом того, что работали все супермаркеты и строительные, и продовольственные, были закрыты все рынки. Это вообще нонсенс. Супруга сходит на базар, поснимает для вас рынок, что происходит, какие цены, как настроение у людей. Погнали на рынок. Еду на рынок Южный. Приехала недавно из Закарпатья. Хочу пить молочки, рыбки, мясо. Посмотреть, какие цены выросли. В Одессе цены на топливо упали, а на продукты, наоборот, все дорожают и дорожают. У нас рынок Южный. Центральный вход. Проверяют температуру. Что вы делаете? Температуру проверяю. И что? Как у меня температура? Лучше всех. 36,6. 36,6. Отлично. А если будет температура, не пускаете, так? Мало того, мы вас зафиксируем. И что? И сразу туда, куда надо отправиться? Да, с кем-то тачили, конечно. Поняла. Вот такие красивые цветули для дома. А сколько эти ромашки еще будут свести? 50 французских. Нет, я говорю, сколько по времени? Цветут? Да. Цвет, если обилить, полив. А, все лето? Конечно. Такая цена ромашки? 50 французских. Спокойно. Попробуем. В какую цену родничок? 120 французских. Супер, свежачок. А картошка молодая? 80 и 70. Ой, что вам дать? Девочки, кабачок сколько? 60. 60 гривен, да? 60. Морковка и свекла какую цену? Что? Морковь? Это молодая, да? 60. 60 гривен. Очень сладкая домашняя, 60 гривен. Пробуйте. Это молодая картофель у вас? Да. Какую цену? Такая чищенная, не чищенная 50 гривен. 50 гривен килограмм. 50 гривен килограмм. Скажите, а рынок давно работает? 50 гривен килограмм. Не будет закрывать больше? Надеемся, что нет. Надеемся, что нет. Как вы вообще разрешили открыть, в связи с тем, что карантин еще продлили до 24-го? Только продукты разрешили. Только продукты, да? Да. А капуста молодая? 25 килограмм. 25. В какую цену черри? Сколько? 150. Черри 150 гривен. А редиска сколько стоит? 20. 20 гривен пучок редиски. Я покупала по 7 гривен в закупате. Сколько болгарский перец? 100. Лимон сколько стоит? 100 гривен. Дешево немножко стоило. Какую цену клубничка? 130 килограмм. Вчера, по-моему, было 150, да? 150, да. Спасибо. Пожалуйста. Грусть сколько стоит? 100 гривен. По ценам бананы? 40 гривен бананы. А клубника? сколько там было? 100 гривен 100? 1? да 60, карта 90 карта 90 а судачок? Судак Смотрите девушка 150, 160 и 180 сейчас судак запрет и дорого дали запрет на него будет скоро запрет, да? уже пошел поэтому и дорогой а кефаль? кефаль 120 бычочек 70 а где его вылавливают судак? в Сачакова нам везут в Сачакова морской, очень вкусный дедкам берут его хороший мы один раз взяли были с Хаджибея он очень вонял каким-то дустом здравствуйте какую цену ваша рыбка красная? 450, 400 это у нас филе, правильно? филе, да 450? да смотрите стейки 400 а вот целиком тоже 400 тоже 400, да? это форель речная она идет чищенная видите, вот еще красное мясо гляньте какая видите с какую цену форель? 220 220 220 а рыба эта откуда у вас красная? норвежская норвежская норвежская, да она приходит охлажденная вот там вот видите вальку прям она не мороженая поэтому она такая красивая горбушек 220 гривен форель 325 хек 90 кумбрия 160 гривен это я зашла в рыбный рыба здесь замороженная яйца яички молочко яйцо зажил ах какую цену у вас яйца? 30 яйца свежайшие да салочка сметана 120 я бы что лежат шаня закладка да творожок сколько жирный 120 с масла 250 Солнышко теряйте на 160, есть 120, есть по 110, вот это тоже 110, это 70 гривен килограмм Печенка? Печенка 90, вот это краситель А это какую цену? Это 160 гривен килограмм 160, да, крас идеальный Здрасте 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 С толку вашим почем? 50 гривен 50 А, какой цель? Ребрышки 120 гривен? Вот оно Вот оно Нет А мяка, ты вот это хочешь? Нет, она себе большая, не подходит На шашлык почем? Есть задняя часть по 140 и шея по 170 170 шея Ну отлично А ребрышки? Ребра 120 гривен, посмотрите на эти красивые ребры 120 Это на шашлык тоже будет... Как отличить домашнее мясо от недомашнего? На базаре нет фермы Все домашнее мясо Все ферма, да? Все домашнее мясо На базаре? Я просто была в Закарпатье При мне разрезали хрюшу Резали, разбирали, кололи И я видела то домашнее мясо, понимаете? На рынке я такого мяса, к сожалению, не вижу Нет, это бывает от кормежки разные Они его кормят там, знаете чем? Пшеница и кукуруза Да, дарти это оно немножко темнее мясо Вот это вот, а если так, все что попало Помоги, там борщи, супы, каша Вот это все вот это вот Так что, можете не смотреть, что она показывает Они с собой машины мясо мы взяли Поняли? Так что, каждый хочет свое вот это, что почунуть Вот это вот и показывает Что ты показываешь, если ты вместе с одной машиной мясо взяли А сало у вас какую цену? Сало 40 гривен 35, у меня два кусочка останется Какую цену сулугуни? 170 170, да? А обычной сулугуни? Тоже самое Тоже, да? О, вот мне лаваш нужен Лаваш в холодильнике не портится, да? Нет Какую цену лаваш? Есть по 35 слоеные И вот эти по 25, 5 листов Ну давайте мне вот этот вот по 25 Троссады продают Это у вас помидорки, да? Да А в какую цену помидоры? Почти Четыре 4 гривны Яблоки 27, 29 Здрасте, 45 Вот картошечка 45 Сверточечка мне наберете или мы жать сюда? Как эти? Сверточки 42 Давайте наберем сколько вам? Сверсти Температуру можно? А мы ее уже меряли Да, вот смотрите При входе на рынок стоят ребята Вот есть антисептик, есть охрана Они проверяют температуру Будем надеяться, что после 22 числа мы наконец снимем с себя маски, перчатки Уже будем дышать свежим воздухом на море Еще хотел сказать, что мы активно очень общаемся в сообществе Есть такая вкладка в ютубе, можете перейти и участвовать в наших обсуждениях В этом же сообществе я провожу розыгрыш, где предлагаю всем зрителям своим Отгадать на какую тему я снимаю ролики на своем втором канале Кто угадает на какую тему я снимаю ролики на втором канале Я подарю бутылочку венца, коробочку конфет Я вам дам подсказку, мой канал о проблеме Тема, которая освещается на нем, она естественно одна Эта тема, их немного, она одна, но эта тема касается проблем Проблемы всего человечества Всем желаю хорошего дня, настроения, подписывайтесь на канал Принимайте участие в розыгрыше Всем большой привет!